Как будет политика, а мы сессию, давайте там, по-моему, на ровном месте. Вы даже на съездию пришли. Я до начала сессии хочу сказать, что только что я звонил губернатору, звонил зам губернатора, по поводу того, что они включили машины, что убрали все из дороги, вы заметили, да? Сегодня утром ни одной машины, это было 20 километров. Потом вчера было 10, вчера я поехал, было 3, сегодня на утро ни одной машины нет. Это после того, как мы говорили с губернатором, несколько раз он взял на контроль, сегодня мне надо это высказывать, через каждый час ему докладывали, вывезли службы, которые эти все машины по разберу, куда-нибудь уже, под посадки, на ту трассу, куда угодно. Но факт там устраивали. Они занимались, я могу немножко добавить, они сделали две дополнительные площадки, машины тоже кидали, но просто кидали? Две дополнительные площадки, мы пришли диспетическую службу, которая регулировала. То есть, вот так, губернатор, когда отсюда поднялся, вот так. Ну, я вам скажу, что у меня завтра должен уехать еще начальник обл. ГАИ, поэтому он просто сюда к нам, в администрацию, в мэрию. И у меня несколько раз была встреча, беседа, вернее, начальник обл. Автодора, чтобы по ремонту, как раз, мы обещали, обещали, что вот на что-то ремонт. Владимир Николаевич, я тоже думала, что сегодня я прекрасно подниму этот вопрос. Просто наши автобусы, дачные, они же огромные, они идут вот сюда, по Москву, через Сычавку. А там вот эти, когда стояли, они обучены сильно разбили. Если эту трассу еще может кто-то восстановить, обл. там, какая-нибудь организация, то в Сычавке вряд ли кто-то там будет восстановить. Тогда обязательно этот кусок показаний будет. Мы же сделаем совместный проект забора на 24-й, а там не Сычавская. В общем, забор это отдельно, это целая история. Так, ну что, шановные депутаты, начинаем працювати. Горин, да, пожалуйста. Ну, это высшесесионный пикпорт. Да. Есть такой закон о доступе до публичной информации. Статья 15-я, от 13.01-го, 19-го года. Это написано в пункте первом распоряднике информации, заболеванная прелюдоводная. Пункт 2. Нормативно-правовые факты, индивидуальные идеи, принятые распорядником проекта, решить, что допитягают обговоренные информации про нормативно-правовые засады деятельности. Далее. Пункт 3 в этой статье закона. Проект нормативно-правовые факты, решить уровень процесса обговорения, простроганной предповеденными распорядками, а прелюбниться дымить без лишних, как за 20-й год и до даты их розвитку с готовым принятием. Открываем наш сайт южнский. Я смотрю по датам. От 25.06.23 червня было подкисывает распоряжение Кокинского головы по проведению сегодня бренарного доседания. И я хочу проинформировать, что мы в сроке не уплатываемся, потому что там получится на 20-й снижение 3-е число, то гораздо раньше должно было быть оприлюблено порядок данный и, само естественно, как по распоряжению. Поэтому у меня есть. Давайте примем сведения и учтем для дальнейших... Ну это очень сложно. Я, если в Верховном Совете, они никогда в жизни не выдерживают, с голоса принимают. Вот даже тот вариант, я принимаю, это все принимается, сказали правильно, законодательная база есть, я уже тоже изучал и так дальше. А как быть с дополнительным вопросом? Их не должно быть. Как не должно быть? Ну как не должно быть? У нас здесь рекламент. Рекламент согласно закону, рекламент мы с вами принимали согласно закону органов местного управления. Он тоже соответствует порядку. Теперь мы должны пересмотреть регламент, нести изменения регламент и работать по рекламенту. Логично. Я бы хотя бы прокомментирую, просто дело в том, что у нас есть регламент, который мы... И забыто. Если комиссия по законности имеет такие предложения, пусть готовит проект изменения в регламент, мы его рассмотрим, и дальше мы будем определиться, как мы сможем... Рекламент о чем? О том, что вы назвали, с предложением изменить... Сегодня мы работаем сразу на нашему утвержденному регламенту, который у нас есть. Есть предложение, принять до уваги и дать разобраться комиссии. Я просто скажу, рекламент это процедура, а есть закон, поэтому... у нас регламент сегодня прописан в 10 дней до сессии, поэтому нужно его тоже менять. Готовьте, что это здесь. Хорошо. Принимаем следы, и работаем на этом плане. Так. Обещение комиссии, теперь головая и уступает. Давайте, это... кто у нас представитель регламента? Готовы, да? Да, Готовы, да? Да, Готовы, да? Готовы, да? Да, Готовы, да? Готовы, да? Я нашел, властитель предложения, извинения в регламенту. Да, на сессии, шанович, за сплату Южно-Мисковой Ради обрано 36 депутатов. На сессии присутні... Хто пораху? 29. 29 депутатов. 29 депутатов. Висутні, из разных причин, и из разных причин. Ворон для работы сессии 19 сессии. СССР можно развязать вопросы и принимать решения. Есть пропозиция открытия 38-го заседания сессии Южно-Мисковой Ради 6-го столетия. Кто задавал пропозицию, прошу вас слава. Кто против, утримались. Принято. За сессии Южно-Мисковой Ради оголошу открыть. Шанович, депутаты, на сессии Южно-Мисковой Ради запрошены керевники с подпределем Мисковой Ради, служб и коммунальных предприятий из места, представники заседей массовой информации Мисковой Ради 42-го питания изменения тестовки, да? Да, в 42-м там была техническая ошибка, неправильно было название вопроса, его заменили, вовремя выдали всем до заседания комиссии правильное название. так, шанович, депутаты, у кого есть предложения к проекту порядка 1-го? Депутаты? кто же в зацеплении порядок 1-го? не прошу вас. кто против? нет, 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 депутаты, я предлагаю принять порядок, где там, если вы присылали, все, переход, Николай, пожалуйста, Вы обычно в разном, здесь у нас, к сожалению, нет. Там было в проекте решение, которое сейчас замечание вам в Крузе было. Сделана техническая оправка. В решении... Какие номер? Это проект решения еще 24.01.2014 года. Размеры посадовых окладов принимали решение. Там чисто техническую корректировку надо будет сделать, поэтому в конце сессии... Давайте, когда будет бюджет, рассматривайте. Или в бюджете рассматривайте, потому что не на что не влияет. Хорошо, внесете поправку и ставьте... Там отдельное решение? Да. Отдельное решение? Отдельное решение, надо его включить. Отдельное решение. Ну тогда просьба внесите. А что внесите? Про порядкование умов оплаты работы посадов и посадов, и посадов, и посадов, и посадов. А оно не терпит следующее... Что там технический вопрос? Давайте проголосим. Людмила, вы не слышите чего-то? Да. Там, в другом году оплаты плати, была наша наша готовила. Там второй додаток, первый додаток, там где наша заработная плата с 1 июля, то была предусмотрена хорошая заработная плата еще. А потом отменит. А он остался такой же. Такая же осталась. То есть, просто его выпустим на бюджетной редакции и ставим... Что никто ничего поднимать не будет. Я же говорю, это чисто технически. Ну давайте, не запорячивайте, чтобы правку нет. Там надо включить его в повестку дня. Давайте, да. В 47-м. В 47-м, да. Ну хорошо. Или кто-то готов. Ну, информацию сделайте, или... Сделайте проект решения. Или нет. Сделайте проект решения. Сейчас сделают проект решения, кто будет, а потом в конце мы его сделаем. Это наоборот. В том, что мы когда-то, что будет повышение органов местного управления на уровне государства, что это все обменили, что мы просто обменили решения, никакого повышения не будет. Так. Про секретаря 38-й сессии Южненской міськой Ради 6-го спекриня. Так. Назаренко Вадим Геннадьевич, керевник. Степанец Наталья Петровна, Виктория Заверния Критопова сессии. Нема заперечки. Ну, завтра, что вы сделаете. 27 за. Проти. Утримались. Принято. Так. Следующее питание. Звитт про виконання міського бюджета міста Южного за перший квартал 2014 року. Будем слушать. Заумажение было. Верший квартал. Затверлить? Ну, завтра, что вы сделаете. 27 за. Проти. Утримались. Принято. Принято. Спасибо. Есть вопросы? Нема, кто запрошил голосовать? Кто против? Утримались? Приняем. Про внесение дополнительных до решений Южно-минской Ради 19-12-2013-го года про запрещение плану деятельности Южно-минской Ради с подготовкой проектов регуляторных акций на 2014 год. Нема? Нет. За уважение. Кто запрошил голосовать? Кто против? Утримались? Принято. Про внесение изменений до дополнительных до решений Южно-минской Ради 19-12-2013 года про затверджение заходов та задания программи реформирования и развития житлово-комунального государства в Южно-минской Ради У нас в новой редакции Нема заберешь? Это все решения, которые будут подображены в проекте с целого бюджета у нас относится перерасходя на дедакцию с государственного бюджета на проведение капитального модернизации есть вопросы в бюджете когда был результат финансов там все решено все кто запрошел голосовать? кто против? утримались принято про затверджение положения про детьми с вопросом надзвичайных ситуаций виконавчого комитета Южно-минской Ради не было зауважения кто против? Утримались о том про збільшение розміну статутного капитала комунального підприятия топливных мереж Южно-тепло коммунерго не было зауважен это вартость робіт кто запрошел голосовать? кто против? утримались принято про збільшение розміну статутного капитала комунального підприятия водопостачания Это так же аналогично. Пока этот документ готов, он уже полгода стоит на повестке, ко мне подошли жители по адресу Одесская 5, это дом Гайбаронского, там действительно на этом участке один светильник, и они попросили просто включить, я прошу дополнительно включить, по улице Одесской опора номер 23, то есть еще один светильник. Хорошо. Это дали пропозиции с месяцем. Давайте еще вернемся потом, потому что это не окончательно, я так сказать. Мы можем сюда добавить, а потом еще добавим. Хорошо, давайте. А потом еще добавим. Можем эту опору добавить? Я не знаю, я там не был. Я не знаю, я там не был. Там не было заранее, но я уже посмотрел. Там одна опора. Можем эту опору добавить? Да, конечно. Да, конечно. Нема заперещений? Мы сейчас запутаем, что ничего не принято. Кто завтра жил? Мы сейчас перечислили, что не принято. Мы все не принято. Мы все не приняли. Это принятие позову фронта «Комунальная майна Юрий СПО на обслуживание губов и вреды не житловых помещений на пердоху грудня. Есть вопросы? Это наша скорая. Кто запрошен в суд? Кто против? Утримали. Пронесение дополнения в примитки додатка номер 2 решения сессии Южно-Северной Ради 19-12-2013-го року про затвердження програми приватизации, отчужения майна комунальной власти и территориальной громады м. Южно-Северной Ради в 2015-м. Это помещения, которые нужно сдавать в оренду, пока они не реализованы. Это в торговом центре? Да. Есть пропозиции? Нет. Кто запрошен в суд? Кто против? Кто против? Утримали. О sensibil naked. Пронесение сгоди на ссорт балансов коммунального предприятия. М жидко-коммунальный центр основных заданий для подальшего использования. Это кто за сегодня? Потому что здесь работают. Что ли? Они consultы. Кто против? Кто против? Утримались премии. Равновление нормативно-грошовой оценки земель миста Южного. Есть вопрос? Возвращаемся на этот термин, когда вы можете это понимать? Кто против? Есть что за уважение? 24 замок за уважение премии. За уважение, пожалуйста. Кто против? Утримались премии? Вступает у нас с 1-го числа 15-го числа. Я считаю, что в принципе можно было принять этот проект. Это решение намного позже. Потому что сейчас цена будет дороже процентов на 20. Это уже нельзя. Оно должно быть опубликовано до 15-го июля по нормативной базе, чтобы вступило в силу с 1-го января. Иначе оно не может вступить в следующем году. И мы нарушим единство в области, в которой 7 лет – это нормативный срок. Через 7 лет мы принимаем в 8-м году вступить с 15-го. Ровно 7 лет. Их нет. Мы дотянули так до самого охранника. На комиссии рассматривался был. А с вами? Все, принято решение. Продолжение термина дії договора оренди на заменную ділянку от 29.08.2003 года. Під размещение базы водно-спортивного клуба «Парус». Романская организация водно-спортивного клуба «Парус». Термин оренди – 5 лет. Я думаю, что ему нужно ответить на 50-!? Если accept�� 9 лет... Ну только 5 лет. Нет. В этом случае вамpolу до банкротства過 efic лентого от 5 лет. Строковую аренду термина на три года с загальной площадью 0,115 гектара, которая расположена за адресом Одесского облача Южная, 3-й микрорайон за территориальным центром проспекта Лея. Мы смотрели в нашей комиссии, в проекте решения в названии идет размещение торговли критами, а дальше в пункте идет искующий торговли для продажи промыслов и продовольчик товаров. А мы вносим изменения. Изменения уже в самом тексте решения. Так называется договор аренды? Он так и останется. Решение, а мы вносим изменения. Дальше у нас, кто-то вырешил изменения. В принципе, суть не меняется, суть питания не керореза. Это значение. А что за долой критика? Да, если вы его. Промышленный продор officers не ванникает. Подобольчик, перестанет. Подобную пассажировку по ведету просто торговлю. Спасибо. Мы для сравнения, что за судьбу вступают в пациенте, мы ходили туда, изучали специальное массиво-пjemо-пайти-путаты. И вы, в принципе, сделали вывод похожий. Славив плюсы экономической тяжелой ситуации, то есть предприниматель не вытягивает тем медом деятельности, которые он доложил в договоре. Поэтому он решил изменить, то есть рядом с ним имеет такую же деятельность, через 20 метров магазин, поэтому мы считаем, что мы не можем учитывать, чтобы человеку, тем более, которого он имеет право, законно изменить. Поэтому мы не имеем каких-то нарушений, мы считаем, что... Так все-таки какие намерения, чем он там торговать? Промышленный товар? Промышленный товар? Промышленный товар? Промышленный товар, нам бы сказал, что он собирается, там, то ли пиво, то ли пиво, то ли все, то ли это. Мы пришли, посмотрели, значит, у него пиво на вынос, партнероза. То есть партнероза стоит, такие аппараты, пиво. Поэтому мы, как бы, считаем, ну, это правильно, что мы поддерживаем предпринимателю. Ну, Ольга Васильевна ходила, сама что сделать, а возле вас? Абсолютно. Мы же жили после сессии подъезжали в Россию. Голосуем, да? Человек ставит в профсории изменения, на вывод тут легализирует деятельность. Что плохого вы? Голосуем, кто за? Голосуем, кто за? Представляете, у нас за? Особисто переверено. Дуже окультури. 22. Утримали. Правонесення змін до решений Южнівського військового ради 2020-2014 року, продання дозволу приватному підприємству КНЕ на розробку проєкту землеустровів щодо відбедення земельної ділянки короткосрокового оренду терміну 5 років приблизною площою 0,7-10 тисяч для инженерно-транспортної інфраструктури, торгово-фінансового центру, влаштування додаткового входу в супермаркет та трансформаторної підстанції, яка розтажована за адресом Одеського область бійсто-виждень на таретині вулиці Хіміків, проспект Григорьевського десантку і земель Южно-неперіальних домах. Є питання? Є. Я вважаю ваше внимание, що в проєкті рішення у нас стоїть 70-0-0-0-0-70 гад, а в рішення написано 0-180 гад. Ми вносимо змінення. Це раз. І втрує, у мене к тому вже вопрос, тогда вопрос следующий. В предыдущій ми приняли о тому, що ми оценку землі увеличили на 349 гривень. Тобто вже сьогодні, коли ми будемо вважати цю землю, вони будуть платити по новій стоїности. Правильно? А с 1 января? 1 января. Тобто ця земля поки буде неоплачувати. Тобто ця землю. Я б хотіла передовжити таке, що можливо, якщо людина забронував за собою, він продолжає оформляювати документами, але какую-то цену він вже має платити. Тобто ця ренду поки не вважає. Що ми починаємо? Ні, сьогоднішнього дня ми приймаємо рішення і він сьогоднішнього дня починає платити. А основання відповідь, це тільки може бути вовждження вовждження? Я розумію. Я розумію. Я розумію. Він забронував за собою землю. Пускай це буде 5-5 днів. А цей перевірок може до гола запрещати? Повідомо запрещати? А це буде просто безплатна? Такі ж самови. Ми можемо попросити лише оспознаннях. Такі основання для публіки? На земельной комісії було роздумлено. Уже якщо всі так існували землю, як на КНЕМі, то це буде красоту зробити в місці. Я не розумію. Або всіх, хто хоче бронувати землю в місці. Це поживання. Я думаю, що якщо ви будете речі, що він заплатить в бюджет там 50-100-200 гривень. Дополнити. Я думаю, що ви розумієте. Ладно. Було замечання, що наведення в порядку. Понятно. Внутри. Внутри, да. А що з нашим приємом? А що з нашим приємом? Ми вже говорили, що хотіли. Ми вже говорили, наведення в порядку. Внутри. Внутри вже три роки. Уже год там сей бардак. Скільки щодо. Протокольна запишемь, щоб ще раз з ним обратитися, щоб вони це справи убрали. Не починай строїть, пусть все убирати. Все. Хто завтра що ввели? Старболос. Проти. Утримались. Один утримался. Про внесення змін до доброго аренду земельної діля. Усілою 0,4510 гектар наданої під розміщення житового бутинку номер 7 до 6 повітрів. Короткострокового аренду терміну 5 років за адресу. На перетині вулиці Новобілярської та вулиці Приморської товарису з обмежною відповідальності Дельта Вільма СНД. СНД. 2,25-2009 років. Подбивається договор, вносяться сроки строительства в течение 3 років пострій. А СНД 3%? Я заболіючи? Ні, більше ні. Приморська. Ну, тут, получается, проєкт рішення, улиці Новобілярська Приморська. Ну, тут ж не Новобілярська, це стара, це Євановська. В договорі написано, в договорі названня. Така улица-то помінялась названня, а потім вони будуть змінюють договори? А в договорі названня йдет Новобілярська? Так, якби договор не поміняє... Нужна поміняй договор. В договорі? А потім місяця, брат, більше рішення... У нас там 100%? Уже 3%? У нас тут записано, що... Нет, правка 3, земельная комісія, ми отрабатывали 7, 7-3%, тому що ми теж говоримо, що да, і оцінка буде увеличиватися, поэтому не піднімати по касталку. Хорошо. Хто запрошився? 26 за. Хто проти? Утримались. Прогадання дозу у Таврису збежної відповідальності. Сюдиця «Вільмарк» на оформлення проєкту землобустрою щодо відвертень земельної ділянки приблизної площі 2,9,950 гавка. Оренту термін на 5 років для будівництва, обспуговування та подальшого ремонту існуючої під'їзної колії за адресою Одеського вулиця, вулиця Одеська, Миколаївська, шосе 28. Питання? Вивчили. Нема зауважень. Хто запрошувався? Транспортна інфраструктура, подійснуючий колі. Хто проти? Отримались? Принято. На надання дозволу Довери збережної відповідальності в будь-гарант-інвест 55 на опору технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі, на місцевості, під розміщення офісно-складських приміщень, яка знаходиться за адресою Одеського вулиця, вулиця Центральна, 22. Відпрацьована зміна? Нема питань? 3% 3% Хто запрошувався? Принято. Хто проти? Принято. Принято. Про внесення змін до рішення Южнівської міської ради від 20.02.2014 року. Про внесення змін до рішення Южнівської міської ради від 30.05.2019 року. Пропонування договору аренди на земельну ділянку від 07.02.2013 року. Під розміщення кафе, розташована за адресою ДСКОП Міської Южнівської Граждавспаркова зона багатопрофільної фірми ПІР, яка діє на правах товарису з обмежною відповідальністю. Технічну правку вони не встигли заареструвати, треба й подовжити теми реєстрації. Є питання? Ні, зауважений не було. Та запрошувався? Третій за цей рік Хто проти? Третій за цей рік 22 питання На пів сторінки про внесення змін до рішення Южнівської Міської Ради від 31.03.2013 року спорядання дозволу та аваристу за обмежної відповідальності Юркінгвест на розробку проєкту щодо відведення земельної ділянки короткового аренду терміну на 5 років приблизною площою 0,110 гектарів кожне тип будівництва об'єктів інженерної інфраструктури під станції для електропостачання житлових будівків номер 9,10 за адресою Одеської області другий мікрорайон і земель територіальної громади місто-Южно-Одеської області Технічна правка теж там міняється Ми його на прошлій сесії приймали але там є Тридцот 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 Про укладання додаткових угод до договорів оренди земельної ділянки від 12 до 10 до 2007 року щодо заміни орендарів Є питання? Так, розвідаємо на сесі Завдав 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 У нас вчера на комісії додатково диспутировався і тому у нас общого решення не було тому я хочу своє мнение доставати на сьогоднішній день Форт-Южний арендує цю землю теперь Форт-Южний на своє усмотрення передає цю аренду другому предприємню і Наверно є якась законна процедура де можна проводити конкурси на цю землю на цю квартиру не рішає кому отдає кому не отдає Вообще давно вже говорилось о том що ця земля должна була бути в УПС і УПС на конкурс на основі вставляє і вшло б в оренду ця земля і деньги б поступали за проведення конкурсу і так далі я просто послушайте давайте вспомню помните когда-то только-только начинали ми ко второму мікрорайону делили кусок порту припортовому заводу і городу Южному було поделено поэтому припортовий завод і порт Южный вони подивляють вони брали підрядчиков аренду заключали то в тому второй мікрорайон ідет застройка второго мікрорайона поэтому вони договорили з собою і стройка ідет інвестицій давайте ми голосувати а потім будем я не знаю що другий буде хто завтра голосувати хто проти а дві проти утрималися прийняшся Розе синий змін до рішення Южнівського міського району і директора 12-го проведення на розробку технічної документації і землеустрої щодо проведення інвентаризації міжсемейних діляндах товариців повіддальництвом Бункер Юг Є питання? Ні хто запрошу голосувати? хто проти? утримується прийняйте брат товарищи прийшли може ми не будемо себе задерживать не давайте право давайте право депутат я б не прав у вас під міською радою стояли мешканці які ви забирали тому у мене до вас прохання я помічник народу депутата України Павла Кириленко звати мене Василець Костянтин Ситуація наступна Звичайно, що в мене є звернення депутата який в будь-якому випадку зареєструємо і ви будете згідно чинного законодавства відповідати на нього але нині найголовніше є те, що у вас під міською радою а це депутата та безпосередньо міський голова чомусь партіну хоче помічати стоять мешканці мешканці які вас обирали мешканці які вам дали воду довіри щоб ви ухвалювали рішення на користь громади міста Южного тому як зараз на колегу прошу міського голову перш за все вийти зараз до мешканців Южного і пояснити ситуацію яка склалася навколо школи імені Чорновола школа номер 4 Яка ситуація? Я хочу офіційно Вибачайте що прибуваю і хотів би щоб за можливості також дали слово на сесію директору школи Я хочу до вас вийшли обурені мешканці стосовно школи яка виховує майбутніх фахівців які в майбутньому змінять вас і всі тут присутні то будь ласка привіть увагу по перше дайте слово директору школи а по друге після виступу директора школи прошу вас щоб ви вийшли до мешканців і прояснили їм ситуацію ми з культурних мотивів вирішили усім натопом не заходити тому від вас в магазі що ви спостроилися до людей якою існилося формальність і відповідно Дякую за увагу Директору школи precedений Гришко Ви сказали директору школы, все решено, директору школы, чого вы нас не дали снова на директора школы? Я вас прошу, что вы не любите. Потому что не причастлив, не приниживайте нас. Кто забраться на нашей эмоции? Выбежьте в Павловске. Выбежьте в Павловске. Я прошу всех. Ну так еще можно, или нет? Дарим слово, директор школы. Дарим слово, директор школы. Все равно, депутаты, я вас дуже прошу. Давайте висвукаем, потратим 10-15 хвилин, ну и дальше будем працювать. У вас есть 10, свободно. Будь ласка, 10 хвилин, будь ласка. Это директор школы? Роман Васильевич. Это директор школы? Какая вступает директор школы? Вы что так назвали? Обещали Василь дать слово директор школы? Чего не директор школы? Мы витратим время. У нас пришли представник міської влади, пані Лариса Федіда, яка сказала, що міський голова готовий поспілкуватися з ініціативною группу. Я сказала, що вас запрошують ініціативною группу на сесію виступити в різному. Вибачте, пані Лариса, тоді ми вертаємося до людей в різному, бо ви не говорили виступати. Ми не різне, ми громада. Ваши питання нема. Я не буду отнимати у вас время. Напомню, що всі наші замечательні депутати, вони изначально слуги народу. Вас ждет народ. Персонально нашим замечательного мера. Я вважаю, я вважаю. Пожалуйста. После сессии. Не после сессии, не после сессии. Это мы решаем. Вы не сидите будете здесь. Это мы решаем. Народ. Ну и что? Там народ. Там беременные женщины. Там дети. А наш народ выбирал. Не вы играли. Наш народ выбирал. Вот нас выбрал народ. Вас на улице ждет народ. Не надо к народу. Не надо к народу. Относиться как было. Что у вас играл? Что у вас играл? Вас народ выбирал? Вот вас народ. Я не думал никому вообще. Вышли к тебе. И все. И все. Шановні. Я иду до вас. Пишли до вас. Пишли. 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 Я иду до вас. Я иду до вас. Не дай них згоден в Николаевск. И я прийду сказать. Я же не может вже. Вы что, пик конвой меня не потресали? Нет. Я спрятался. Я пришел, я прийду. Ём что тут доставать. Давай им на 10 полы. Подожди. Пишите. Давайте я пока с вами. Пишли. Прошли. Пишли. А, Тарас. Наши дюймс. Дорай. Пишите лайк. Пишите лайк. Давайте проголосуем за. Пошли мы тоже туда. Давайте продолжаем. Продолжайте сестью, пожалуйста. Так, уважаемые коллеги, давайте проголосуем за то, чтобы продолжить заседание принадлежит, потому что мы же не прерывали нашу работу. Мы же не прерывали. Было предложение сделать принадлежит, вы его не проголосовали, продолжаем работать. Уважаемые коллеги, продолжаем дальше по порядку. У нас есть, есть, есть. У нас есть, вы рахуете, в скельки нас? 24, 25, 24. Сейчас там пробуем, 24, сейчас это пору для ведения сессии. Просто тебе надо продаваться, так понимаете, тоже же попросили. Прийти в разном, выступайте, есть вы умение. Надо же срывать сессию, пришли, побежали все. Так, значит, у нас получается 25-й вопрос. Про наддання дозвілу на разработку техничної документації з землеустрою. Та тега, все присутствующие, пожалуйста, давайте перейдем к работе. На разработку техничної документації з землеустрою, что доходим земельной ділянки, яка находится в оренде. Фокма Скальчука Александра Володимировича. Східно договору оренди земельной ділянки, не 18.05.2006 року, номер за адресою Ордейского область, міста Южно-Старо-Миколаевска, шоссе-2. Зауважень, підкомісії не было. Майк, можна ремарку, я коделу економики, которая курирует наше заведення, щоб вони соблюдали режим тишини. А це знаходиться на улиці? Да, і там вже МИС дуже добре їх слышит, вони вже працюють, і коли там на улиці... Хорошо, я зрозумію. Щоб у них соблюдали наші заклади. Пожалуйста, проведіть роботу в цьому направліні. А то ставим на голосування, а хто за, прошу голосувати. 20 за. 20 за. 21. Так, є. Дальше. 26 питання. Порядку денного. Про затвердження переліку об'єктів нерухового майна до об'єктів незавершенного будівництва комунальної власності Южно-Старо-Миколаевської територіальної громади. Питання вивчили, зауважене було. Ставлено на голосування, так, шановні? Так, хто за, прошу голосувати. 22 за. 22 за. 26 депутатів присутні на голосування. Проти. Проти. Утрималися. Немає. 27 питання порядку денного. Про надання дозволу фонду комунального майна Южної міської ради на безоплатну передачу автотранспорту на баланс комунального підприємства Южно-Старо-Миколаевська. Дідпрацьовано це питання, зауважене було від партнів поліції. В цілому ставлено на голосування. Хто за, шановні колеріки, прошу голосувати. 22 за. Рішення прийнято. Проти. Утрималися. 28 питання. Про затвердження програми розвитку інфраструктури міста Южного на 14-16 років у новій редакції. Редакцію там роздавлено. Зауважене було від профільних комісій. Це є дозвідування бюджету, який ми будемо. Технічний правиль. Хто за, прошу голосувати. 23 за. 23 за. Проти. Утрималися. Рішення прийнято. 29 питання порядку дельного. Про затвердження положення. Про відділ капітального будівництва управління архітектурою та містобудування Южнської міської ради в новій редакції. Це технічні питання, тому що послі об'єднання УКСу та архітектури, там цілий ряд положень, парооб'єкти, відділів. Хто за, прошу голосувати. 22 за. 22 за. Проти. Утрималися. Рішення прийнято. Тридцяте питання. Про затвердження положення. Про відділ архітектури управління архітектурою та містобудування Южнської міської ради в новій редакції. Це ж таке технічне питання цього ж прийнято. Хто за, прошу голосувати. 23 за. Проти. Утрималися. Немає. Рішення прийнято. Тридцять перше питання порядку денного. Про затвердження положення. Про відділ бухгалтерського обліку та звітності управління архітектурою та містобудування Южнської міської ради в новій редакції. Це ж питання з цієї серії. Хто за, прошу голосувати. 24 за. 24 за. Проти. Утрималися. Рішення прийнято. Тридцять друге питання. Про затвердження положення. Про відділ екології управління архітектурою та містобудування Южнської міської ради. Це ж рішати. Хто за, прошу голосувати. 23 за. Проти. Утрималися. Немає. Рішення прийнято. Тридцять третє питання порядку денного. Про затвердження архітектурою. Докомплексної схеми розміщення пересувних та встановлених тимчасових споруд. В межах третього мікрорайону міста Южного відділів з утверджено рішення Южнської міської ради. Номер 11.10.6.20.20.2014. Це було протокольне доручення. З тими мафами, які зголовній діля торгового центру. Ця пропозиція була, була вивчена. Може, мабуть, вона не дуже довершена. Але ж на цей час вона нас може влаштувати. Треба вказати, додаток вже доложено, до рішення, якому розмір вказано, та хороще об'єктів. Схема вже є в рішення. Мінятися вони не будуть. Це будуть тільки такі. Прошу, хто за, прошу голосувати. 21 за. Проти. Утримались. Рішення прийняли. Про затвердження проєкту договору на спільне використання майна, комунальної власності, з Южницькою міською радою та з Сочанською сільською радою. Це добре вивчене питання, це касається огорожих, яка стоїть на кладовище міському. Зауважень не було. Хто за, прошу голосувати. 24 за. Проти. Утримались. Рішення прийнято. 35. Про затвердження положення про управління ахітектурою та містобудування Южницької міської ради. Нові від ацій. Зауважень не було. Хто за, прошу голосувати. 23 за. 23 за. Проти. Утримались. Немає. Рішення прийнято. 36. Питання порядку демократу. Про подводження додаткової годи до договору пайової участі внеску замовника, юридичної і фізичної особи у створенній і розженні транспортної та соціальній інфраструктури міста Южного. Номер 16.4.26.12.13 року. Це якраз до засторожчика феки морське, які заключили цей договір, і згідно з початком будівництва, з цього місця, з липня, вони починають платити вже пайовий внесок до міста Южного. Уважень не було. Хто за, прошу голосувати. 23 за. 23 за. Проти 1. Утримались? Немає. Рішення прийнято. 37. Про внесення змін до рішення Руської міської ради про розміщення тимтісових споруд під час проведення ярмарок державних та місцевих свідкових урочистих масових заходів на території міста Южного. Там технічні зміни, там декілька зменшено місця для розміщення, тому що це було, це власність не місця. Прошу голосувати, хто за. 23 за. 23 за. 23 за. Проти, утримались, немає. Рішення прийнято. 38. Питання. Про внесення змін та доповнень до додатку рішення Южнської міської ради від 24.1.14. року, номер 10386, про затвердження напрямків видатків коштів Южнського міського цільового фонду охорони на кожному природному середовищі на 14-й рік. Тут голосувач. Так. Там є поправки. В наші заходи розумнення по зумнальному заходу міська лікарня внести змінне і розбити суму на 97 тисячі як поточні видатки і 140 тисячі і капітальні видатки. Так, приймається. Ще була пропозиція пункт 3.6 виключити. Є така пропозиція. Так, це декількох комісій. Це вимога, так скажімо, щастоячий, так? А якщо ми напишемо, що кошти не виділено, сесію та і все. А ви вважаєте, зайдусь обважаючись? Ну і їх пропозиція. Це думка декількох депутатів та декількох депутатів. Так, Віктор Іванович. Декількох депутатів, я хочу підтримати, щоб ви підтримали наше решення, нашій комісії, що 99 тисяч, вони не лишні для нашого міста. Тим більше, ви вважаєте ту зиму, в якому багато деревів поломано. Ми просто предлагаємо їх перенаправити на запутку деревьев. Це буде більш ефективно. І це буде решення нашої сесії. Будь потім прокуратура протестовує це. Ну давайте пока уберем тут 3,8. Давайте покажемо его оставити, щоб він не направлялся. А потім перераспредити. Ми просто, коли будемо приймати решення, только його оставити і не використали. Якщо ви декіться підручення тощо, щоб не змінити бюджет, то ці кошти поки не запишатися. Вони це знову, але воно через нас прейде. Ми ж не це залихав. Поручемо щоб не використовувалися, але пусть вони будуть в цій статье. По окремому узгоджению тогда с профильными комиссиями Выкористать эти деньги, если они эту сгоду дадут Давайте так Перебросим на следующую корректировку бюджета Тогда с технической управки, что на зелене, там, из поликлиники И домовляемся, что только после узгоджения с профильными комиссиями Эти деньги будут выкористовываться на монетаризацию Кто-то профессионально может объяснить, что такое паспортизация деревьев? Нужно ли нам это делать и почему мы должны каждый раз переделать паспортизацию? Потому что это делают и все предприятия сегодня Это требования Минэкологии, нас тоже заставляют Никого не спрашивают, если ты не сделал, тебя штрафуют налоговые... Нет, вы меня не поняли, Алексей Николаевич, я хочу, чтобы не объяснили Вот мы сделали институризацию, у нас 36 человек, у нас 36 паспортов Через 4 года, через... Любое дерево, которое вы сегодня хотите спилить, вот оно засовано, да? Простой вопрос Или посадить Нет, вы суши Ну я объясняю, чтобы вы понимаете Вы не имеете права это дерево спилить, если у вас нету акта институризации Вы платите потом штрафы и все прочее Вы мне суть моего вопроса никакой не понимаете Я говорю, у нас 36 человек, мы сделали паспорт на каждого из нас Потом через 5 лет нас заставляют опять делать паспорта Почему? Если у нас на 10 тысяч деревьев есть паспорта, почему мы должны их опять переделать? Мы же посадили новое дерево, паспорт Мы правильным тоже... Вы не выяснили Нет, шановники коллеги, давайте на это... Лучше посадить еще несколько деревьев Давайте в рабочем порядку, это з'ясуемо питание Это... Вы пытались не объяснить, у нас профессионально, никто не может так объяснить Смотрите, у нас получается, когда мы заказываем деревьев с Айчевым Делается, как вот, например, чехнический паспорт за дом или квартиру у вас есть Вот такой же делается чехнический паспорт только на весь город А в рубеже есть Амитация, где приложены декемеры по каждому микрорайону, по каждому дому, по каждому двору И указаны те, какие породы деревьев прорастают Возраст деревьев, диаметр деревьев Потом, когда у нас происходит стихийное мероприятие, нам древе нужно свистеть Мы вызываем экологию областу Они приезжают, смотрят, что у нас действительно это дерево есть Они определяют поводу и возраст, и делают голосование на сносе Если у нас, в принципе, паспорта нет, и дерево есть паспорт Это уже... Мы не в этом же случае Согласен, что должен быть тех паспорт Я думаю, мы сделали тех паспорт на дом, на машину Давайте там любой... Давайте не треба заразить Давайте, давайте, давайте Про машины, продажники Ну, давайте, 38-е питание, ставлю на голосование Я не знаю, справка Только после согласования с профильной комиссией Кто за, прошу голосовать 26 за 26 за Проти Утримались Решение принято Знаете, я хочу... Сейчас там телеплачене, перший канал, вся краяна Тарас Михайлович закрутив так, чтобы поднять зараз цю проблему на всю страну На всю страну Придумано все Я ее не знаю Так, дальше Дальше, разом Пронесення змін додатком один рішення Южнської міської ради В 19-12-2012 року Предотвеченню екологічної програми заходів Захоронено колишнього природного середовища на 2007-2016 роки Не було зауважені 25 за Проти 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 Утримались Утримали Пронесення змін до рішення Южнської міської ради Від 07-05-2060 року Пронесення дозволу управлінню капітального будівництва Южнської міської ради На охорони на проєкту землеобустрою щодо рібернень земельної білянки Постійне користування приблизною площою 3,7 гектар під будівництво житлових будинків Уступного житла за адресою десь нового міської районів міської районів Із земель дериторіальної громади міста Южного Є питання? Ні, відпрацьовуємо 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 Пронесення дозволу комунальному підприємству екосервісу на оформлення проєкту землеустрою щодо рібернень земельної ділянки Приблизною площою 0,2451 гектар Профортукову аренду терміну на 5 років Справа передачі субаренду під розміщення міської автостоянки За адресою десь побачу Южного ул. Приморцярдо Паркова зона Відпрацьовуємо Відпрацьовуємо Я прошу поправити Ваше внимание Ми зараз Эта земля Находиться в пассивному користуванні екосервісу Находиться в пассивному користуванні екосервісу Немає Ми даємо екосервісу с правом передачі в субаренду Почему наше коммунальне предприємство не може на этой стоянке зарабатывать деньги? Пока не може Почему? Посмотрите Ми зараз отдаємо Частник прийде Частник через день Сделає там нормальне ограждение И буде снимати там денежки Екосервіс получить шорох просто Понимаєте На нього Сегодня ему дали право Он тут же передав И отошел в сторону Все Я думаю, що наше коммунальне предприємство Должно этим заниматься Ваше навчання Была зриява бил екосервісу Фонд отработував полос На комісіях була в субаренду Профильна комісія В том Підпрацьовуємо Нема вас? Ні Питання є? Нема Топ за Прошу господарствую Нема комісія 25 за Топ ворот Нема назва 42 питання Предотвеження звіту про експерту грошового оцінку замени ділянки Лисівського сподекского призначення Розуходиться в аренде приватного предприємства КНМ Площію 0.3080-30 тисячі гектар Розуходиться в бізнес-центр Розуходимо за адресу Розуходимо за адресу Лисівського міста Южний проспект Георський, Александр, 24 Одною і другою частиною земельної ділянки Розуходимо за адресу Розуходимо за адресу Герман Розуходимо за адресу 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 Продолжение перелиху административных послуг, которые надаются через Центр надания административных послуг Виконавчого комитета Южно-МВСКОЙ РАДИ. Нема зауваженных послуг, технических вопросов. Кто запрошен? Збольшуется количество послуг. Кто против? Продолжение и использование денег на определенные послуг, по аппарату РАДИ, аппарату Виконавчого комитета и органов РАДИ. Как из-за экономии? Экономия? Так. Кто против? Продолжение изменений. По загальному форму, сцена бюджета. Підсвердження після, попередні, питання нашого бюджета, не дозволяє нам, на жаль, законання, збільшувати дегутні частину. Ми проводимо перерозподілу в межах вже заблеженого дохода. Змінчуємо на перерозподілу, я перерозподіляю, видатку, по поводу деклару, утриману установку, це питання вивчення доопрацьованого згодного розпределу дегута. І збільшуємо видатки на сцена бюджетних медитаментів по коммунальному закону деклару, на проведення пільгового зума протестування, на протяжний ремонт зберіг. По спеціальному ходу повідняте розвитку. Також проводимо перерозподілу. Дісті в тому числі, що збільшується, збільшується, а перерозподіляється на інші видатки. Скопочуємо на сейді видатків по капітальному ремонту з веро, який знаходився біля будівки вели на сель 7 таленній неділи 9, в розділі 495 тисяч гривень, там планувалася другая черга в Роговому стріту. Зміншується додатки на будівництво меди для розвитку до 660 гривень і збільшується додатка віцьм відвитку на влаштування території навколо видівлінку відпочитку колональному закону до Юргівської війська рівня, там було проведено обстеження, є заключення по додатки в розмірі 405 тисяч гривень. Пропонується закупити декларовичне владення для колонального підприємства Юргівського району цьогорі 90-10, тисяч гривень. Пропонується до того, я не думаю, що проведення капітальної прибори і модернизатію підприємствів. На моєму офіційній додатки, я знаю, є давно актуальне питання проведення благоуспільного підприємства в будівництві, там жахована постановна доріжка і буде повернена влага розвитку цієї території. На протокольне навчання сесії в Україні міського районного підприємства в пропозицію по фінансуванню проєкту освіщення на місці, також розглядалися, що після питання доручали згадувати щодо ремонту по гривні комуновного підприємства і випуску в будівниця. І при формуванні бюджету було не повно може сподіватися, або в дані, по кавдані, по доступної витокі, фартальної прорвісті. Сувензію за території також приводимо обідповідність того, що надано до стійки вважною за якими направленнями, за які використовувалися. В першу чергу, реконструкція реконструкції надігного коректора в розмірі в межу 19 млн грн. еврею. Трив того, пропонується провести реконструкцію двох конеців першого та другого, граби на обладнання, Кожа из этих вакуществ власть говорили не только, но и в отличие от этого. И поточный вид, как мы проводим традиционный Культа Шибиревская, Клабанин, Турни, Касминчак для наших коммунальных предприятий, и провести озеленение территорий бюджетных установок за заклады освяти, это коммунальный закон области и набравим на свои 20 тысяч рублей. И также и лентаризация заклада 19-го года. Это у нас. Питание, пожалуйста. Я хочу сказать относительно экологических денег. Там у нас накопичилось немного денег, но эти деньги цельные, мы не можем направить ни на что, в Крым видимо экологические потребления. Поэтому мы хотим их на колектор, КНС, дерево, заходы за зеленые и урни. Так. Так. Есть вопросы? Голосуем? Так. Кто захочется? 27. Кто против? Утримается? Принято. Так. У нас все. У нас все. Питание, что мы говорим. Техническая практика. Правда. Техническая практика. Про внесення змин до решения ГНР от 21 на 2019 года. Про обеспечения умов оплаты праций посадковых осіб и службовцев органов Министерного совокупривания Южинской Министерства и ее выполнения органов 2014 года. Там одна из... Один додатчик. Один постановочный пател, постановочный пател. Там, где не будет... ...збольшение или увеличение заработка? Не будет увеличение заработка. Не заперечу? Нет. Кто захочет? Да. Попрошай. 26. Те, наверное, чтобы вы возрождались. 26. Проти. 26 за. Проти и утримались? Проти и утримались. Так, шановні, теперь мы в порядок делаем вичерпане. Я хочу зачитать одного листа Одесской областной ради за фитнесом Тиндюка, головой областной ради. Шановный... Это очень важное вопрос. Шановный Володимир Миколаевич, в комитете Верховной Ради Украины з питань державного путемництва та місцевого самоврядувания знаходиться на розгляді проекте установки Верховной Ради Украины про переименування міста Южно-Одейской области для инструкционного номера ТАКИТА від 20.05.2014 року, поданий народним депутатам України Мира Штеченко та Мирним. Відповідно до положення про порядок вирішення питань адміністративно-териториального устрою Української РСЦ від 12 березня 2001 року, переименування населених пунктів здійснюється Верховною Радою України за поданням обласних рад до подання подається рішення відповідної місцевої ради щодо переименування населеного пункту прийнятое спорахування думки громадян. Враховуючи вище наведене, прошу висновити офіційну позицію Южненської міської ради. З цього питання будемо вдячні за відповідь у найкращий термін, тому що їм треба відповісти Верховну Раду. Я хочу сказати, що ми вже писали листа про те, що ми заперечуємо в місті Южному про переименування міста Южного. Тепер вашу думку з цього приводу і сказати, що ми зараз підтримуємо переименування чи ні, якщо ні, або так, то ми даємо реформацію переименування. А? Ївденне. 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 Просто колеги, щоб процедура проголосувала, щоб протокольно поручити міському голові ім. міської ради направити відповідного листа до обласної ради, де ми... Що це питання громаду і обговорювалися, і ніякого рішення про переименування не приймали. Так? Не говорили. Ти ми заперечуємо. Заперечуємо. Офіційно не обговорювалось, але народ в місті обговорює тільки так. І визмущення дуже велике по поводу того, що хтось вирішив за нас переименувати міст. Тому тут треба... Ну не кажи, що там не обговорювалось, а мнение людей. Именно... Сесія не підтримує переименування. Так, да, голосуєте. Хто за це голосує, що Сесія не підтримує переименування міста. Продолжение. 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 Есть официальная позиция Комитета Верховной Рады по этим вопросам. Там написано, что первой основой для переименования любого населенного пункта является мнение громад, которое вот уже после громадского уговорня, это выносится на розгляд без целой рады, и то дивже, чеком, перелес четырех документов, яки надаются в областную раду, а потом уже в верховную. Поэтому этой процедурой, во-первых, не было инициативы от местной громады, это не обсуждалось на уровне местной громады, а та инициатива, которая была предложена фракцией партии Свобода, она активно обсуждалась в городе Южном, вызвала очень негативную реакцию жителей города Южного, о чем мы и написали в этом первом письме, которое писал городской голова, о том, что это не просто об уровне, оно сложило очень напряженную обстановку в городе. Если вы помните, это был конец мая, достаточно серьезное событие в стране, поэтому я думаю, что написать надо так, что эта громада такой пропозиции не выносила, сессия такой пропозиции не разглядала, а депутатский корпус не поддерживает. Записали, да? Так, да. Голосуемо, да, это, чтобы получить такую... Но они и подъемлютые категорически... Голосуемо, да. Голосуемо, да. Голосуемо, да. Категорически... Голосуемо, да. Голосуемо, да. Голосуемо, да. Голосуемо, да. Голосуемо, да. Голосуемо, да. Как вы сейчас видите. Голосуемо, да. В порядок для не выдержанного. Відковида до регламента, в нас есть 30-летний для вистрела. Мы имеем право на выставку, то есть право передать Пану Тарасову. Можно еще с двух Пану Тарасову? Виктор Иванович, писатель. Я с права передать Пану Тарасову. Да, Виктор Иванович. Нотариально заверяю. Сегодня, когда был вопрос про Сычалку, и когда мы на своей комиссии разговаривали, что у нас с Сычалкой только сто сумки по кладбищу, я хотел обратиться, Юрий Николаевич, к вам, или вы, может, дадите своим управлением какое-то задание. Там существует свалка на территории Сычалского сельсовета, которая не огорожена. Весной особенно, там раздувают эти кульки. То есть она как бы, понятно, что это их территория, но она тоже как бы нас задевает. Нас чем? Кульком. Этим мусором, который там разносится, понимаете? Свалка должна быть организована по определенным нормам. А это просто на поле складывается, там и крысы, и собаки, и весь мусор этот разносится. И на нашей территории в том числе. Потому что когда ветер северный, оно задувает прямо на стену. Поэтому надо обратиться просто к службам, которые должны привести эту свалку в порядок, если она там вообще возможна. Это незаконно. Ну что? Ну просто вы вот общаетесь там с губернатором. Давайте на письмо подготовьте. У нас сейчас чрезвычайно? Не, на областной. За моим подписом. Теперь что ты делаешь? Давайте сначала, сначала. Давайте тут сначала, потом коментарно, что мы вернемся. Давайте мы на месте попробуем разобраться. Давайте на месте попробуем разобраться. Так, еще катание. Я хотел бы донести до вас информацию, которая есть в области. Оскільки близко к конкурсу тому была расширена на рада керевики освіти, військовой главы и управления про то, что плануется выделение денег на реконструкцию детских садков, в яком находится почтовая школа наша. И было запропоновано два варианта, как выделить это. Потому что гроши надо будет освоить до конца бюджетного года. Была запропонована первая пропозиция, что наша почтовая школа переходить в два примещения, в первую школу, в Дружку, еще я не знаю, где там я, в місцях. А вторая пропозиция поступила в Ведея Грандей, в частности, вчера же треба перевести на нас в примещение школы мистерств, детской школы мистерств, которая ранее планировалась, как почтовая школа для другой школы. Честно говоря, мы с этими двумя пропозициями не згодны. И в четверг я, после тої нарады, я был у пана Володимира Миколаевича на приеме, оскільки я с командиркой до отпуску, я просто пришел до пана Володимира за вопросом, что нас ждет летом, потому что мы верстим отпуск, мы идем все на каникулы. Мы хотели конкретно знать, вы нас будете веселять, вы будете делать ремонт, вы будете здействовать, в школу мистерства нас переселять, когда это будет, и так далее, чтобы назвать, пожалуйста, этот алгоритм, то ничего, у нас воно не было. Позже, когда уже шесть раз демонстратировалась эта рада по теледаченню, когда ее передзвонили родители, пытались, что за проблемы, и так далее, что мы сказали, что мы готовы идти на будь-якій сподвижке до места, до проблем места, то есть, что в миске нужно дитяческий садок, мы готовы, например, потерпите рік, два, перейдите другую смену, например, или еще что-то другое запропоновано, у нас просто мало вариантов есть. То есть, мы не против того, чтобы надходили бюджетные деньги, 8 миллионов, в каком случае, не можно их, как бы, втрачать, например, хай в место свое, но для родителей, для детей, для учителей, и для меня, как директора, нужно знать алгоритм, что если я приходу 1 вересня, то где я буду знакомиться с этими детьми на 1 вересня? У 1 школы 9 классов, у 2 школы 6 классов, какие там умовы, если там будут такие самые умовы, например, как делали батьки вместе с администрацией школы в моей школе, в нашей школе, например, и так далее. То есть, на эти вопросы не было отримано отпуск, и поэтому сегодняшний наш результат. Тут ничего страшного нет. Я думаю, что городской глава мае гордиться, он сам пришел, не надо его пригласить, он вышел на 5 минут, поговорил, заберет вопрос и сказал. Другое вопрос, о котором мы говорили, мы давно уже говорили, что мы говорим, друзья, у нас наша школа находится в 2 детских садках, в городе не хватает, например, детских садок для детей до 3 лет. Давайте будем потихоньку делать проект школы, потихоньку будем строить, и потом место безкоштовно отримает 2 детских садки. Потому что тот детский садок, на котором сейчас реконструкция заплановлено 8 млн. рублей, ну там в крайнем разе, как паня Лариса Мандрусина переживает за едальню, там в крайнем разе, ну миллион клали в едальню, а садик готовый, там в садик у тому ничего не чепалося, ни переобладнение, потому что мы завтра, может, даже батьки прошпакивали, и 8 групп там входит в детских садках, без вкладания денег. Мы говорим, давайте вводим денег в проект школы. Чому областная рада, например, чему она дает кошти 8 млн. на реконструкцию в детских садках, потому что уже готовый проект. Заплатили проект, документы все есть, и когда выделяются какие-то программные деньги, то выделяются они под проект. Поэтому мы просим другим нашим вопросом выделить, я не знаю, сколько он сейчас будет коштувати, этот проект, где там, пане Александр, подраховывали, что он коштует 3-5% от вартости споруды, то если школа будет коштовать 60 млн. то это может быть где-то 3 млн. или 2 млн., но нам сделали проект за млн. и планировали фильм. Мы просим выделить деньги на выполнение проектных работ. Тендер по выполнению проектных работ был проведен еще 1,5 года назад и выиграл его в Киевском архитектором Слепцов. Тендер был кем-то изменен, результаты тендера были изменены. Пан Владимир объяснил, что Одесса хочет, чтобы деньги остались в Одесской области. После этого ничего не делалось. Я как директор, например, был, например, на приеме у министра строительства Пойбеди, там есть записи, что я был как раз по строительству школы, но они с меня там смеются. Когда ты приезжаешь туда, директор школы уже не в течение, но директор школы, такие вопросы не мают решать. Поэтому я вас очень прошу, что на этой сессии, может быть еще у вас одна летняя сессия. Я бы не хотел, чтобы это, как я бы не хотел, чтобы здесь поднимались крики, политика, нам нужно. У нас есть проблемы с детским садом? Есть. У нас будет проблемы с школой и мистецкой? Будет. Так давайте решим, что будем первое решать? Давайте сделаем проект, а проект делается в ближайшее время, потому что тендер через мигром Стріпцов. Термин выполнения проекта 254 дней. То есть это майже рік. Мы делаем проект, а потом, дай Боже, станем на ногу, впаде нам через рік, через два впаде, какая-то программа будет державная, какая-то по больнисту школы, и мы будем первыми с этим проектом на выделение денег. И все. Тут ничего страшного такого нет. А думаю, что мы действительно хотим на 1 вересня спокойно знать, что нас ждет. что саймозом? Какие ваши предложения по поводу другим? Пусть закончат. Ремонт вы какие-то делали? Тарас Михайлович зовут. Тарас Михайлович. Я, я. Там, Тарас. Что делать с тем, что вас беспокоит с ремонтом? То есть деньги выделять никакие, а переговоры? Нет, нет, видите, еще раз. Объясните, пожалуйста. Я поясню. Тобто, так нам пояснили, якщо виділяються державні ці кошти з бюджету. Не виділяються. Перед припустом. Все у нас почалося про те, що виділяються. Ну, і ми не будем думати, що ми будем стояти на колінах, будуть виділяти ці кошти, розумієте? То ці кошти треба освоїти до кінця навчального року, до кінця бюджетного року. Тобто до кінця бюджетного року треба терміново зробити їдальню і всі приміщення. Тобто школа там знаходить, що до нового року не буде. Ось. Тому виникало, коли перше. Коли виникло питання, то ми говорили, що у нас виникли питання не тільки, щоб куди подійти оці наших 12 класів початкових і ще плюс 3 спавлень для перших класів, а у нас ще буде куди подійти 4 групи дитячого садка, тому що коли буде вестися будівництво, фасад там робиться і так далеко, що мотивальні роботи ще треба махують діяти це. Якщо ми ці питання вирішили, то все, але нам треба знати як будуть вирішувати, куди нас буде переводити і так далі. Можливо, я задам один вопрос. Тарас Липавлович, скажіть, будь лічно для мене, це не політика. Лично я хочу услышати. Ви вообще будуть будуть баллотуватися? Причем? Я не знаю. 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 Ви просто прийшли сюди, можна цивільно поговорити, і ніхто вам не мешається. Ні на 1 комісії, не знаю на кій комісії, на нашій комісії вас не було. Ви теж умієте, видите, говорить, розказати це все. А зараз ви збаламутили народ, привели сюди і говорите, нічого тут страшного нет. Страшного, конечно, нет. Абсолютно нічого. Ні, ще раз подивіться. Можемо повідати? Ще раз подивіться. Вся робота, яка зроблена, вона вже зроблена. Відділена земля під будівництво школи. Геологія геодекція зроблена. Був проведений вже тендер. Я вже нічого, не маю ніякого відношення, розуміти чи ні. Уже проведений тендер. Тендер відмінний. Тепер той, хто відмінів, має згодом знашити тендер. Пройдете тендер і треба сюди кожен. Ви все. Терешно. Подивайте руки. Тарас Михайлович, я коли шла, увидела плакат. Там написано, що защитим українську школу. Подскажите мені, пожалуйста, до сих пор не можу понять. А все остальні три школи у нас какому государству принадлежат? Ну, я думаю, що там українська школа, а це та, яка знаходиться... Ну, ви ж директор школи, ви ж не техничка. Надіжу Александровну я зову. Пані Надія. Ще раз дивіться, пані Надія. Ще раз дивіться, бо я зараз розказавши про вклад нашої школи у вашій дачі. Секунду. Ні, так. Ви не перебивайте в мене, коли я дай відповідь. Ви діяли 5 хвилин, я обачаю. Можемо? Почитаю. Почитаю. Дайте відповідь сказати. Я ще раз нагоджу. Пані Надія Васандровна, що будь-яка школа, яка знаходиться на території України, є українцями. Так. Так. До надписів я ніякого відношення не маю. Ви вже навчите людей, які... Ще питання. Ви вже навчилися. Класне. Дякую. 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 Дякую за ваше питання. Я просто хочу сказати, що тут нічого страшного немає. Бачите, ви бийтеся, ви чогось бийтеся людей. То, что люди сюда пришли, моего отношения к этому? Еще раз подивите, еще раз подивите. Те, что люди пришли сюда перед сессией, моего отношения к этому? Совсем нет. Но я поддерживаю это. У меня на приеме щоденок 60-70 людей. В течение 7 жильков тысяч в тиждень. Вы говорите, что я боюсь людей. Я вам задам примеру, Таня. Вашему виспу, дайте мне, пожалуйста, виспу, если я вас виспу. Давайте. Не, 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 не. Ви сказали, что никакой политики нет. И в тот же час, вы приходите, просто с нами спілкуетесь. Мы вас понимаем, мы вас понимаем. Проблема была в том, чтобы собирать людей, чтобы держать ответ на ваши вопросы. Нет. А у нас, правда, для вас было важно, для вас это было там. Ана Романду, вы заметили, что мы с вами разные люди. У нас разные впечатления. У вас разная поддержка, понимаете. Поэтому вы этого не любите. Мы как раз тим и интересны, где ногами шумерезные. Представляете, как бы в зале были два лиманского поддона. Ну давайте. Вопрос простой. Я, честно, первый раз услышал эту проблему. У вас на руках есть официальное решение исполкома о том, что вашу школу закрывают на ремонт. У вас есть решение о сессии. Мы выделили эти деньги на комиссии. Вы руководитель. Вы руководитель. Вы, прежде всего, вы гражданин Украины и мы все граждане Украины. Мы болеем за единую Украину. А тот, кто... Ну это я продолжу. Вот назовите. Вы как руководитель получили официальное уведомление о том, что школа готовится к ремонту. На это выделены деньги. Сессию утвердила. Направила на школу. И вы поэтому пришли с людьми сюда... Чтобы отменить решение. Чтобы отменить решение. Чтобы отменить решение сессии нашей... Истолкома, сессии, распоряжение, что-нибудь другого документа. И такой документ у вас официальный. Вы еще раз повторяю. Правильно Роман Васильевич сказал. Вы руководитель. Отвечаете как руководитель. Вы не просто это самое... Общественные организации. То есть вы сегодня официально сбаламутили людей. Дали им недостоверную информацию. Потому что базироваться надо только как руководителю на официальной информации. И создали напряженность. Так кто сегодня работает против Украины? Люди, которые сегодня все время поддерживают как депутаты украинской школы. Или руководители украинской школы. Которые пытаются в этой школе дестабилизировать ситуацию. Не понимают нам почему. Не первый раз. Можете не отвечать. Можете не отвечать. Потому что вы не знаете на этом вопросе. Я просто говорю о том, что... Гречи. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы узнали о том, что я до конца не понял. Откуда вы узнали о том, что ваша школа планируется закрываться. И что убирать за школу искусств? Почему вы пришли к этому выводу и начали этот вопрос? Я на самом начале подошел голос заседание. Я так понимаю, что поступила пропозиция. Какая-то информация из области, что будут выделены деньги на реставрацию. Это кто-то кому-то что-то сказали. Это было. Это было. Это было. Друзья. Друзья. Давайте... Друзья. 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 Депутаты. Друзья. 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 Я с вами сперечатись, ни по одному вопросу не буду. Я живу разом с вами через эту стенку, которая была в один день заморожена. И это помещение в школе было тупо вкратено, будем так говорить. Но за 15 лет у нас были классы на 18 ученых, на 20 ученых, на 26 ученых. И там 6 классов на 30 ученых. И мы не можем ни кабинетную систему сделать. И мы каждый рік говорим о спортзале. И Одесский припорцевый завод это знает, хорошо, приймем бы и подключился. Каждый рік на колено кланяем, чтобы, может, какой-то спортивный зал, чтобы мы хотя бы пошли. И местная влада с бюджета бы заплатила агенду за этот зал. Мы без спортивного зала живем, мы живем без майстерин, мы живем без примещений каких-то и так далее. Вы все, что, вы депутаты МИСКОЙ РАД, где вы даете, что вы ничего не бачите. Ольга Васильевна, у вас есть партнер, что вы не бачите. Я не забыл, что вы не забыл. Вот когда было это решение, когда вы начали, скажем, откровенно выглядеть приближенно к вам люди, начали бодоражить дорог, ко мне поступило... Давайте так, если вы будете говорить слово «бодоражить», я не буду тебе дать, это доброе? Прибирайте куси слова... Я уже ваш ответ услышал. Я хочу просто сказать, что ко мне позволило порядка 30 измераций. Именно по школе искусств. Что сделал я? Я обратился к Людю Валерьевичу, обратился в исполком, узнал, что происходит в этом вопросе. Мне сказали, что вопрос снят, вопрос снят, что этот вопрос рассматриваться не будет, что все остается на своих местах и никаких движений происходить не будет. Я звонил к депутатам своим, к своим депутатам, к избирателям, потому что моего близкого друга там внук учится в этой школе искусств, особенно обновывалась школа искусств. Отзвонился и сказал, люди, успокойтесь, вопрос снят, ничего раскладываться не будет, и все останется так, как было на сегодняшний день. Вот как сделал я, понимаете, как? Я еще раз надложу, я не могу так поступать, как вы. Я думаю, что я хочу поддержать Тараса Михайловича, я думаю, что мы все его можем поддержать, потому что школа новая в городе нужна. У меня просьба к управлению образованием, пожалуйста, в новую школу подготовьте новых молодых директоров, новых молодых залов, чтобы это было действительно... Тарас Михайлович болеет не за себя, он болеет за школу, правильно? Тарас Михайлович болеет не за себя, я даже не буду вступать в их дискуссию, ничего не говорить. Я просто так наговорился, потому что это соберегает обман, это соберегает обман. Да, есть вопросы? Нет. Нет. Можешь вопросить? Нет. Давайте поставим на кармингу. Нет. У нас, что мы об этом мнем, что на какие-то миллионы будут говорить. Нет. Идите, уже тема бюджет закрыт. На следующей сессии будем задать это вопрос. В порядке дня оно было. Включим порядок дня на следующую сессию. Это бюджеты, кости есть, мы их всегда можем открыть. Шановные коллеги, я была участником отої расширеної наради, про яку Тарас Михайлович сказал на початку. Действительно, это была нарада, рабочая нарада, с директорами школ и керевниками предприятий, которые занимаются ремонтом. Про то, что, возможно, с областного бюджета поступят кошки, которые нужно будет терминово пристроить, приладать. И поэтому, давайте порадим вас, что делать. Нам кончат сегодня подривные детские садочки. Их не хватает, очень не хватает. А когда был час, когда забрали три детские садочки под выпуском, под школу, под школу, забрали их. Сьогодні треба повертать. Чи будувати новий, чи повертати старий. Что делать? Поскольку в четвертой школе, початковой, сегодня уже есть там детский садочек, есть группы детского садочка, значит, целесообразно, нормально, значит, відремонтовать и далее все остальное, там, едальня, как бы в таком неважном стане, відремонтовать все это. И в конце концов перевести на детский садочек. Олег Васильевнов, сейчас ваши слова опять будут взбудораживать людей. Денег же нету, этого же не будет делать. Вот, коленочку, я что, про что сказал? Что, возможно... Так вот именно. А все важное не услышали. Что вы можете убить? Можливо вы их забрали, оставили все остальное. Питание было поставлено так. Як что будут, то давайте думать, что делать дальше. Вот давайте правильно. И поступали пропозиции, мы радилися, який же вихід можно найти, если такое питание возникнет. И директори за вносили разные пропозиции. Звичайно, что можно... Дайте договорить, да. Звичайно, что можно пилюе это питание. Кого б не чипали, я бы школу не чипали, я бы не смею. Это, звичайно, грустно. Это, звичайно, пилюе каждого из виробников. Но если бы питание возникло, у него как-то надо думать над ним. Потому что прийде час, что оно станет так гостро, что виходу нет. Поэтому разные пропозиции выслухали и в конце концов сказали, что если денег не будет, все остается на том же самом уровне. И это, что демонстрировалось решение, вернее, это наша нарада, демонстрировалось несколько раз по телебачению. Я особисто тричі продивилася, прослухала. Все было нормально. На второй же день мы не думали, что закрывают четверту школу? Я бы ясну, что у коллега в своем минуте, самого прошло, потому что мне не нужно... По великому ракону, сьогодні місто Южному, три школи головою досить, подільно с Южночем, по великому потужності, по великому садочке. Хорошо, если будет четыре школи, мы будем хорошо себя чувствовать. Но сегодня проблем нет. Мы не должны быть разом. Смідаю. Спасибо. Спасибо. Что же вы не надеялись? Спасибо. Все. Все вопросы выставились. На этом за седневно 38-й черновой сессии пропоную закрити. Кто за данного пропоную закрити? Кто проти? Парок, если нормально сессиями надо. Субтитры сделал DimaTorzok